В своё время вы прославились тем, что говорили на темы, о которых, в принципе, раньше говорить было не принято. Вот, например, проституции. Это что? Внутренняя свобода, бунтарство? Почему вам было не страшно говорить о том? Нет, это отсутствие профессионального образования. Дело в том, что я пришёл в журналистику случайно совершенно, потому что в советские времена нельзя было не работать. Было такое понятие, как тунеядство. Да, и человек, который не работает вообще, он мог оказаться за решёткой. И поэтому мой приятель, который работал в Московском самовольце, предложил мне поработать в газете. И я совершенно случайно попал в газету, не знал, что есть табу, что есть представление о том, что можно, что нельзя. Я не знал о жанрах. И когда я принёс свой первый материал Павлу Гусеву, нынешнего владельца, редактора, он говорит, это очерк, репортаж или заметка? А вы не знаете. Я не знал вообще в этих жанрах, но через год уже получил значок «Золотое перо», потому что рассказывал действительно о том, что мне было интересно, и о том, о чём коллеги не решались рассказывать. А это было как раз время слома, когда институт цензуры рухнул. Поэтому мне просто повезло. На самом деле просто повезло. Для человека, который, в принципе, случайно, как вы говорите, попал в этот жанр вообще, в пишущие журналисты, вы неплохо так писали, получается. Это врождённое какое-то качество? Ну, у меня папа мой, он профессиональный писатель, да, и профессиональный газетчик, поэтому писали-то мы все там ещё в школе и стихи, там баловались, сценарии разные писали, которые никто не планировал никогда реализовывать, в смысле снимать. Просто для себя дурачились. Так что это дело было привычное, и я такой вот графоман. То есть мне надо было там 100 строк, я приносил уже 7 страниц, из которых легко 100 строк. Из 100 строк не сделаешь полосу, а из 20 тысяч даков легко сделать небольшую заметку. Потом, собственно... Потом уже стало, кстати, гораздо сложнее, потому что потом, когда появилось имя... Уже появились какие-то границы, да? Я понял, что надо как-то вот... Так-то я просто для того, чтобы не сесть в тюрьму, условно говоря, для того, чтобы получать полстатки 65 рублей, писал, мне было вот пофигу. Я вот просто надиктовывал машинисткам со стаканом воды, скажем так. Входил в машбюро, надиктовывал машинисткам, выходил. А потом, когда появилось вот имя, я понимал, что вот уже нельзя... Надо соответствовать, какому-то статусу. Надо как-то вот уже и лексикон подтягивать, и вообще... Ну, у меня вот масса-масса вот было проблем, с которыми пришлось бороться. Так что писать стало гораздо сложнее потом. Знаете, я вам скажу про лексикон. Достаточно много об этом прочитал в интернете, кстати. Написано, что вы многие такие интересные словечки привнесли как раз в журналистику. Опять же от неграмотности. Всё от неграмотности, да? Да, потому что я не знал, что так нельзя. Зачем тогда на журналистике учатся тысячи людей, если вы от неграмотности, в принципе, получаете... Для того, чтобы руководить такими, как я, неграмотными. Я думаю, что вот руководить точно без образования нельзя. Также на одной интернет-платформе, вот мы с вами обсудили это уже до интервью, прочитала о том, что вы якобы популяризировали фрейдизм. Вы сами сказали, что это так за уши притянуто, но слабо сказать. Очень притянуто. Я просто увлекался такого рода литературой, психоанализом. И то, что я цитировал в каких-то публикациях Юнга, ну, видимо, кто-то решил, что я пропагандирую фрейдизм. Ну, если честно, я несколько интервью посмотрела, где вы так откровенно говорите на темы как раз и сексуального какого-то раскрепощения. Вообще о сексе говорите спокойно. Вот мне интересно спросить вас, конечно же, ваше мнение о секс-харрасменте, потому что эта тема, конечно, сейчас будоражит массой, зародилась, да, еще с Вайнштейна Голливудского и дошло и до нас. Но вот что мне интересно, как вам кажется, почему, если на Западе об этом говорят открыто, честно и легко, то у нас как-то это вот такая тема, на которую говорят очень аккуратно, а где-то даже оправдывают такое мужское поведение. Дело в том, что мы не Запад, на самом деле, мы близко. У нас женщины терпилы, получается? Нет, отнюдь нет, почему? У нас как раз женщина хозяйка положения, как вообще на Востоке. Это миф и заблуждение, что на Западе существует некое равноправие мужчин и женщин. На самом деле, все должно быть устроено как на Востоке, как у нас. То есть женщина должна быть хозяйкой положения, она должна манипулировать и, в общем, на самом деле решать вопросы, выставляя вперед фронтмена, то есть мужчин. И у нас такого рода скандал, мне кажется, не прокатит в таких масштабах, потому что мотором вот всех этих движух и в Голливуде, и на Западе вообще работают феминистические организации, вообще феминистки. У нас феминизм не прижился совершенно, потому что у нас женщина понимает на самом деле все и про себя, и про мироустройство. Зачем ей это? Когда она и так главная вообще везде, и в социуме, и в семье. Но при этом русские женщины, вот согласитесь, так очень грамотно ведут такую политику, якобы я слабая. Да. Вот, я об этом... Это прикидывается, да? Да. Потому что, смотрите, вот сейчас начнется борьба за равноправие, действительно, в полном реме, тогда давайте уже выходить на пенсию одновременно. Почему, в общем, уже женщина в 55, мужчина в 60, и вообще давайте рожать тоже по очереди, как первого мужчины, второго женщины. Равноправия не может быть. Не может быть по определению. Гендерно, абсолютно точно. И у нас не поддержат вот этого рода скандалы именно женщины. Я как раз на фоне этого скандала публиковал реплику про Рахельгауза, театрального режиссера, который... Я читала, кстати, да. Да, известен вот этими методиками. И вы у него интервью, кстати, на «Правде-24» как раз... Не раз, не раз, да, с ним беседовал. И мне очень часто актрисы жаловали, что вот, как бы вот существует этот вот диванчик, там, бла-бла-бла. И говорю, ну давайте возьмем и расскажем, хайпанем, так, был по полной. Я говорю, нет, потому что подруги не одобрят. И обратите внимание, комменты женские, типа, вообще, что такое? Если не было насилия, то вообще о чем и говорить? Как бы, что там вот кто-то даже привел театральный очень старый анекдот, что молодая актриса уже год работает и нет главных ролей. Она такой опытной, матерой подруги уже, которая давно в театре. Она говорит, ну что сделать-то, мне нужны главные роли. Она говорит, видишь, милочка, какое дело? Надо ждать. Так я ждам, сказал она, только скажите кому. Ну, это лексическая такая мне игра. Поэтому у нас с юмором и с иронией женщины, прежде всего, относятся к тематике харассмента. Поэтому я думаю, что охота на ведьму у нас не прокатит. Ну а ваше личное мнение по поводу, вот, даже недавно взять интервью откровенное актрисе Любови Толкалиной, которая вот заявила, вот, цитата, сексуальное домогательство, это прекрасно. А мужчины для них и существуют на свете. Ваше личное ощущение? Ну, правильно, ну как вообще задумано природой, что мужчина, он охотник, он, в том числе, он самку тоже должен поймать и покорить. Опять же, в контексте нынешнем без насилия. Ну, естественно, мы добиваемся того, чего хотим. Хорошо, если мы хотим мужчин, а не женщин или там животных, детей, насекомых. Вот, так что нормально. И опять же говорю, что если нет давления или злоупотребления служебным положением, то есть той или иной формы насилия, то харассмент – это прекрасно. Это прям заголовок. Почему нет?